ПЕСНЯ ПЕСНЯ Юра, Бог благословит тебя, благодаря тебе Бог благословит за твою ревность, ревностное служение, которое ты делаешь во имя Господня, дякую. Как уж благодарю моим друзьям, пасочникам, Ирина Борисовна, Андрею Николаевичу, дякую вам, хай Бог благословит вас, вашу семью, деток, крестине, палец, витаю вас, хай вас Бог благословит. Дякую за вашу жертвенность, которую вы делаете во имя Господня. Я скажу, что мои друзья, пасочники, не только дают нам бесплатные булочки, так уж мне дают бесплатный хлеб для моих курочек. И мои курочки тоже дякували. А, форматы яиц надо поблагодарить. Хорошо, получите в следующий раз свежие курячие яйца. А ведь наших курей. Ну, обычно, как говоришь, начинают уже звонить. Кто-то звонит. Я обращаюсь. Да, слухаю. Да, Павло, можно попозже, чуть-чуть, я в прямом трансплассе сейчас. Через пивчество. Так, ну, что, друзья, так сказать, наш эфир продолжается. Ну, одни слова, пасочники, вы ждите от меня яиц. Благодаря вашей пожертвовании буду взаимно от наших курей. Не от меня, от курей. Ну, курей пока, конечно, не набирали обороты. Но ничего, все впереди. Хорошо, итак, самый ступницкий. Брат Семен, это Тамара вчера, брат Семен, уже спевал нам, правда, без баяни, но надеемся, скоро баян появится. Он тоже любит спевать баянами. Ну, что, мы можем идти зараз еще без 15-20, а без 20-ти время еще у нас есть, но люди там стоят. Я думаю, что лучше ехать, чтобы они меньше стояли, меньше смотрели, ждали. Ну, правда, чем раньше мы пойдем, придется нам постоять там и ждать, пока люди сберутся и заберутся. Ну, что, на разы мы поехали, скажем, счастливого пути. О, вроде немало собирались уже. Понимаете, уже под стены мы там. Хорошо, добрый, но едем, едем к друзьям, едем до наших пенсионеров. А, уже поснежники появились. Черемша. Черемша, это что такое? Это зелень? Да, это зелень. Съедобный? Да, я люблю салаты. Ага, оба. Так. Это червитамины. Я не знаю, как тут эта мая выглядит. Так, уже народ приветствует. Они ждали нас, оказывается. Так что едем. Там одного хлеба для хлопцев скинем сюда. Слава Богу. Меньше там ока попасты. Чего вы тут, зачем вы тут. Друзья, добрые, але чуть-чуть, вот как в армии. На расстоянии. Вот в армии. На руки, плеча, так, держать, держать, держать. Чуть-чуть, кажу, ничего не слухает. Так, слушайте, лучше слухаться, лучше слухаться, робите, нежели сейчас возьму и поеду. Это будет хуже. И хорошо, расстояние. Да, расстояние тримайте, потому что мне сказали, можете пока проводить, пока не червона зона. А если будет червона, тогда уже не будем. Але зараз, пока есть, главное, дистанцию тримайте, чтобы... На одну руку дистанцию, пожалуйста, друзья. Давайте, давайте, Вера, шиновак кричи. Потому что мне все хватает. Увага, что вы платите? Да нет, просто плохо там слышно. А, просто слышно, хорошо. Скоро у меня есть этот мегафон, то это надо взять опять с собой. Да, да. Там сзади чути? Мога там? Кто хочет? В середине. В середине. В середине стань. А там пепу чуете. Возьмите, чтобы вы поворачиваетесь на половину. Да. Вот, и все, доброе. Хорошо, стихо, стихо. Так, дорогие пенсионеры, надеюсь, что все пенсионеры. Так, показываем посвящение. Скажите, наше посвящение это мы. Да. Вы тоже порушили, нарушаете. Я, не, я мужу говорю. А где повязано? У меня и так акцент. А если я сейчас закрою лицо, вы ничего не поймете. Что я говорю там? Все мы понимаем, что вы говорите. Добрые друзья, значит, еще раз дякую Богу. Благодарим, что Господь дал. Я сегодня уже начинаю наш репортаж. Скажу, что сегодня Бог дал теплый весняный день. Уже чувствуете, что весна на носу, уже прямо в носе. Тут уже нема уже куда. Уже еще какие-то... Ну, пару снегов видно там, но ну что. Это ненадолго. Им день-два и все, и не надеется. Уже захочет снега, придется ехать на Карпат или куда-то. А в другое половине, квитня, благословите ворота. А это в половине было? Сегодня передали. Да, то, что передают... Хорошо. Мы хотим не верить в это. Ой, верите. Добрые друзья, значит, мы... Я напоминаю, что я беседовал руководством в какой-то мере, и мне объяснили, что мы пока можем провести, до тех пор только время соблюдать дистанцию, как на руках, от руки, как метр-пин метр там. И если червона зона уже объявляет, уже Тамара Степановна вам скажет, что мы не будем... Это уже в нас не залежит, поэтому майте на увазе. Дай бог, чтобы не было никаких червонов зон, уже наконец эта порова пропала, чтобы люди не мучили и не страдали. Сегодня мы дякуем нашему другу... Кого? Олейника. Олейника. Юру. Пасечника. Так, Юру и Ирину. Это наш брат, друг, который работал в детской притулке там, занимался добрым делом и продолжает так само заниматься и помогает нам, чтобы мы занимались такой доброчинностью с Божьей помощью. Так вот семью пасечников. Я уже сказал на камеру, что басечники нам не только дают булочки бесплатно, все бизнесменники стараются зарубить, и они нам сейчас выделяют, так? Все они дают моим курочкам хлеб. Прямо моей курочке у меня 20 лишних курей. Правда, недавно одна собака задушила троих. Двадцать три, где осталось. Троицы давно задушили. А просим, когда взяли, ехать нарвана на собака 25 курей задушила. Было сорок сем-то, двадцать, сем-то задушила. Прямо души, да, с предыдущей игралась там. Там очка. Балывалась. Ну, все таки, все проходящие. Так что дякую пасечникам за их добру справу. Хай Бог благословит их. И вас заставить в таком ступнике, которые помогают нам эти добрые движения. Добрые друзья, хорошо. Я так думаю, что время у нас есть, но думаю, все равно вы стоите. Надо идти быстро, вас отпустили миром, а там Бог уснут. Хай Бог благословит. Добрые друзья, мы будем молиться, благодарить нашему Богу. Подеково, что Бог нам дал такую смогу, можем прийти хотя бы пару минут. Пив часачий, двадцать, десять минут. Общение это все полезно, корыстно для нас. Это духовная пища, которая нам необходима. Сегодня мы ему хлеба, без хлеба не обходимся. Даже некоторые из вас в трех точках приезжают, и они уже посвящены, я буду видовать скоро. Вот чего хлеба необходимо. Так само и духовный хлеб, это нам необходимо. Мало, в воскресенье только идти в собрание. Кстати, в собрание. В воскресенье у нас в последний раз, служение тому храме. По мне непонятным причинам руководство решило, что мы им конкуренты, и решили, что больше не могут нам позволить. Поэтому неделю в последний раз мы там будем. Поэтому запрашиваю всех вас, чтобы неделю пришли, а в следующей неделе уже, в следующей, будем уже в народном доме, уже задатково объявлю во время раздачи хлеба. Хорошо, добрый. Тамара Степановна забирает мою шляпу, непорядок себе наводим. Мы будем стоять перед лицем Божьим. Во время молитвы никто ни с кем не общается, мы разговариваем с Богом, говорим Богу. Поэтому закрываем свои глаза и молимся Богу. Творец на земле мы тебя сердечно благодарим, Господи. Дякуем за эту прекрасную погоду, Господь, який ты подарил нам Божия. Благодарю тебя, Господи, что ты дал, собирав нас во имя Твое. Благодарю наших друзей, олейников, пасточников, ступлинских, Господи. Мы маем такую прекрасную нагоду раздача хлеба, Господи. Дякую за моих помощников, Татьяну Евгеньевну и Тамару Степановну, Господи, який старается помогти, чтобы у нас все было мирно и тихо, Господи. Благослови эту раздачу хлеба, благослови наших пенсионеров, укрепи, дай здоровье, дай силу, укрепи ноги, чьи болят, Господи. Дай силе, Господи, чтобы они могли прийти и послухать Слово Твое, Божие. Я говорю тебе и идти с миром Божием. Отпусти нас с миром в это служение, раздачи, Господи, и во всем прославься наш. Вешний Бог, Отец, Синь и Дух Святой. Аминь. Отче наш, суши на небесах, нехай святиться имя Твое, нехай прийти царство Твое, нехай буде воля Твоя, как на небе, так и на земле. Бив нас щоденний, подавай нам на каждый день, и прости нам, родины наши, как и мы прощаем, и на ватцем наши. И не введи нас от покуси, но вызвали нас от лукавого. Вот в лея царство и сила, и слава. О, веки. Аминь. Хорошо, друзья. Хай вас Бог всех благословит. Мы приступаем до раздачи. Подходим до машины по черзе, которая у вас есть. Хайда поможет всем вам Бог. Хайда поможет всем вам Бог. Так, доброе. Так, друзья, все. Идея раздача хлеба. Ну что, кто там у нас сегодня? Наши глядачи. Боба Школьников. Саша Валя, перевозник, мир вам. Принимаем, брат, миром. Так, Алекс Бойков, это наш постоянный глядач. Приглашаю, приглашаю. Ниак, брат, не может прийти. Ну, что сделаешь? Наше дело пригласить, а дела каждого решить. Богдан Шкил тоже смотрит. Дякую. Ну, тут у меня пишет пригласить эфир. Оно интересно. Приглашаю я, как будет выглядеть это дело. Я никак не могу подавиться, как это выглядит. Пригласить эфир. Приглашаю. Ну, где они? Что-то не вижу. Друзья, кого я приглашаю, якщо вы тут есть? Саша, вот, приглашаю. Перевозник. Что-то... Не понимаю, как это мая выглядит, как это должен... Когда приглашаешь, что-то должен появиться, что ли? Ну, почему не появляется? Вот, приглашаю Богдан Шкил добавить. Нема Богдана, нема. Богдан, вы есть тут? Ну, Алекс Бойков, нажимаю. А, что, по газонам ходишь? Так, народ! Надо объявить. Ну, что за дела? Так, проходим по асфалту, друзья. Так не рубить. А, все равно, проблеза уважаем. Да. Ну, не знаю, не получается. Я вот нажимаю. Саша, Валя, пригласите эфир. То ли они стесняются, они заходят. Наверное, они тоже должны добавить, нажимать, что ли, или что-то такое. Но, нема. Нема и не получается. Ну, что, у нас идея о раздаче хлеба, я говорю, что идея, дякуючи Богу, мы дякуем Богу, что Господь нас благословляет. В этом плане, так, на здоровье, хай Бог благословит. Раздаче хлеба идти полным ходом, только единое может быть и проблема, если мы будем в червоне зоне, ну, тогда уже может быть неприемности. Ну, что, так и, друзья, я не могу никого пригласить, по крайней мере, приглашаю, но никто ничего не реагирует. Так, ну, давайте, Тамара Степановна, два слова. Давно вы на этой службе? На этой службе? Ну, четыре года, если, не, вообще, в общем, на раздаче хлеба. Не, не, а, не, там, старшим по... А, тут, с октября месяца. А, с октября? Да. Ага. Ну, как трудно, важко. Важко, важко, трудно. Но справляемся. Справляемся, Главное, я доволен. Молодаря, наши пенсионеры. Да, молодцы, они послушные, хай Бог благословит. Так, по газонам не пройти. Так, так что наши пенсионеры молодцы, послушные, хорошие. По асфалту. Да, было, некоторые напрямую вот так идут. Может быть, проблемы. По асфалту. Бабочка. Вот, непослушно, Хотела пройти. Так что, друзья, такие дела. Ну, добрые, друзья. Хорошо. На здоровье. По асфальту, пожалуйста. Хорошо. Угу. Так, ну, все. Я на этом буду заканчивать нашу передачу. Мы дякуем, что Господь, кто помог нам, в этот день, в этот день, так уж, слава нашему Богу. Будем, яшним Богу. Все прямо, иди прямо, прямо, туда. Да, 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 да. По газону не идут, будут ругать. Вот, робили себе, любят резать. Вот, народ ходит сюда, Богдану Пандаренко, дякуем, брат Юра, так, судой, 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 по асфальту. Дякуем, пасушники, пасушники, благодарим, что Господь расположает их сердце, и они так уж, участвуют в этой доброй справе, хай вас Бог благословит. Друзья, Рина Борисовна Николаевна, дякуем вам, так поможет вам Бог, так уж, дякуем семье Ступнишкин, хай Бог вас, и так уж, ясно благословит. Ну что, на здоровье, ну что, скажу, что... Я еду, это было бы болело, немножко, ты не забила. Ну, ходить, завтра, да, старайся неделю приходить. Ну, болела бы, доброе. Так что, друзья, на чему, да, на чему не заканчиваем, нарештой, нарештой. Так что, хай вас Бог благословит, сегодня мне помогла Татьяна Заженкова, Тамара Степановна, и я буду з вами, с вами, найкрашим, с миром Божим. Молите за нас, підтримайте нас, будьте как мы, будьте краще нас. С миром Божим, пока.